Планшетный компьютер Adlastab B7 Lite. Это недорогое компактное устройство, имеет 7-дюймовую диагональ. Процессор у него бокс-чип A13, который отличается от A10 отсутствием HDMI порта. Цвет у него белый, задняя поверхность пупырчатая, вот здесь видим монодинамик. Верхняя торцевая кнопка включения, громкость плюс-минус. Боковая поверхность здесь наушники, USB двунаправленный и зарядка. Нижняя торцевая, правая часть, это у нас карта памяти. Операционная система Android 4.04. Вот четвертой она отличается, ну одно из отличий, такое явное, это при разблокировке мы можем разблокировать в какое-то конкретное приложение. Браузер, скажем там, Market или другое приложение. Мы разблокируем в браузер. Запустим браузер и, например, тут открывается страничка с флеш-сайтом, с тяжелым флеш-сайтом, которое не предназначено для мобильной версии. Посмотрим, как планшетник наш сможет отобразить потоковое видео на тяжелых сайтах. КОНЕЦ Видим, видео работает нормально, может быть есть такие минимальные подтормаживания, но мы это простим нашему А13. Поскольку с обычным потоковым видео, например, просмотром фильмов, планшет справляется превосходно. А вот запустим утилиту EX-Video. Она с сервера EX-UA может найти и проиграть любой фильм без всяких задержек. Например, Terminator 2. Можем скачать, но мы нажмем смотреть. Выбираем плеер. Так, попробуем другое. Что-то здесь у них на сервере. Вот начинает проигрываться фильм. Попробуем его поперематывать. То есть видео идет идеально. Обычные HD-фильмы с карты памяти также быстро очень запускаются. Вот запустим файловый менеджер. Он доступен из маркета. Движение вправо перейдем на локальную сеть. Наблюдаем компьютеры в локальной сети. Можем зайти на любой из компьютеров. Например, этот, да. Зайдем на диск. И попробуем открыть какой-нибудь документ. Вот, например, мануал к этому устройству. Планшетник его кэширует, потом открывает. Вот подробная экструкция. Здесь указаны все характеристики, все подписаны кнопки, разъемы, как с ним пользоваться. Инструкция для самых неопытных подробная. Есть еще траблшутинг. Здесь, например, не подключается или не работает модем. Здесь указаны параметры для каждых операторов. Вот такие специфические параметры. Они нужны, если подключать какой-то 3G-модем. Вот здесь каталог других планшетных компьютеров ATLAS. И есть в конце адреса сервисных центров и телефон горячей линии. Вернемся на планшет. Можем открыть какую-нибудь электронную книгу. Выберем карту памяти. Перейдем в папку книги. Откроем любую книгу. Приложение CoolReader. Простая утилита, но очень удобная. Такая простая элементарная функция, но ради нее часто покупают планшет. И она немаловажная. То есть любые форматы. Dejavu, FB2, EPUB, DOC, TXT. Самые любые открывает. С помощью CoolReader. Либо другого там офиса совместимого приложения. В меню здесь стандартное. Самые любые приложения. Виджеты, например, там виджет для освобождения свободной памяти. Вот здесь есть, скажем, и в память можно освобождать. Можно этот планшет еще протестировать бенчмарком и сравнить с другими. Вот, например, NanoMark. Такой вот тест. Он направлен больше на тест графических возможностей планшета. Утилита 60 МБ занимает. И вот видим таблицу результатов. Таблицу результатов. И смотрим, что наше устройство Atlas Tab B7 Lite набрал 26,5 баллов, обогнав Galaxy S и Galaxy Tab. Galaxy S2 оказался вперед со своими двумя ядрами. 45 против 26. То есть видим, что бюджетное устройство не уступает одноядерным именитым мировым производителям. Бенчмарки все по-разному тестируют. Например, вот есть еще такой SQL Benchmark. Он направлен на скорость прохождения теста. Вот, например, победитель Galaxy S2 двухъядерный. Наше устройство 78 секунд. Это быстрее, чем Google Nexus S. 103 секунды. То есть мы примерно на уровне с HTC Desire. Мы опередили также HTC Legand, одноядерный LG Optimus и другие. То есть этот тест также, с другой стороны, он больше сам процессор тестирует. Скажем, ну вот, видим, например, 25 тысяч инсертов, 100 селектов. Это такие операции, связанные с микрооперациями, с тактовой частотой. То есть один тест на графические возможности, другой тест на процессор. И оба теста показали, что планшетник хороший. Ну, лучший тест, это, конечно, это пользоваться им, переключаться между различными задачами, приложениями. То есть и тяжелые сайты смотреть. Ну, вот можно, например, запустить 3D-игру. Frontline Commando. Она доступна в маркете. Это бесплатная игрушка. Загружается наша 3D-игрушка. 3D-шутер. Он простой, в нем не надо особо вертеться. Там больше нужно атаковать из позиции. Разбираем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...